В Южном округе после длительной ноябрьской прогулки 59-летнему хабаровчанину потребовалась помощь сотрудников МЧС. Мужчина не смог попасть к себе в квартиру. Жильё он покинул ещё в обед вместе со своим пушистым квартирантом, котом по кличке Малыш. Вернувшись домой, понял, что ключей в кармане нет. То ли заветная связка выпала где-то по дороге, то ли осталась внутри квартиры. Мужчина уже и не помнил. Да ключи просил. Вы закрыли на ключ и потеряли ключи? Да и ключи там. А как дверь закрыла? Она хлоп и всё. Захлопнулась? Да. Меньше года назад хабаровчанин похоронил супругу и с тех пор периодически терял ключи. Связано это скорее не с рассеянностью, а с тем, что мужчина стал выпивать. По словам соседей, горожанин – добрейшей души человек. Поэтому люди, живущие с ним на одной площадке, относятся ко всему с пониманием. У них даже были дубликаты, но и запасные связки хозяин квартиры умудрился забрать и потерять. Осмотрев добротную дверь, которую в случае взлома пришлось бы менять, спасатели пошли другим путём. Попадать в комнаты было решено через окно. Металлическую решётку, защищающую стеклопакет, сначала резали гидравлическими ножницами. А в тех местах, куда массивным инструментом было не подобраться, желе запилили. В подъезде в этот момент вовсю шла битва с замком. Сосед мужчины пытался открыть механизм ножницами, объясняя, что уже неоднократно пользовался такой отмычкой. Вооружённые специнструментом, в гонке на проникновение победили спасатели. Через вырезанный на уровне форточки проём один из сотрудников МЧС пробрался внутрь квартиры и уже через секунду распахнул дверь перед замёрзшим пенсионером. Первым в квартиру ринулся оголодавший за день кот. Благодарность и радостный хозяин жилплощади адресовал всем – спасателям, соседям и тем, кто просто не остался равнодушным. Очень, очень большое вам спасибо, а тебе особенно, и пацанам. Как ни странно, в жильёх оборовчанин не торопился. После отъезда спасателей он в задумчивости долгое время сидел на крыльце. С места происшествия Евгения Куликова, Мария Склярова и Степан Симонов.